История песни «Ближе Господь к тебе» «Ближе Господь к тебе» — христианский гимн XIX века, написанный английской поэтессой Сарой Флауэр-Адамс в 1841 году. Наиболее популярная музыкальная версия создана композитором Лоуэллом Мэйсоном в 1856 году. Время перевода этого гимна на русский язык неизвестно. Сара Адамс родилась в небольшом городе Харлоу в Англии в 1805 году и была младшей дочерью редактора Бенджамина Флауэра и сестрой композитора Элизы Флауэр. Автор всеми любимого гимна была женщина искусства. С самого раннего возраста она начала двигаться к своей мечте, переехав из своего родного города в Лондон. Игра на сцене манила и захватывала ее, успех казался таким близким и реальным. И вскоре для нее это стало правдой. В Лондоне Сара начинает играть на большой сцене, где она выступает в роли леди Макбет в пьесе Шекспира. Но спустя время Сара приходит к осознанию, что игра на сцене слишком изнурительна для девушки с таким хрупким здоровьем. Поэтому она принимает решение вернуться домой и направить все свои силы на литературу. Из-под ее пера вышло много гимнов, стихов, проза. Сестра Сары Элиза была выдающимся композитором и писала музыку для многих стихов своей сестры. В 1834 году в возрасте 29 лет Сара вышла замуж за Джона Бриджа Адамса, много обещающего инженера и изобретателя. Вместе они свили себе уютное гнездышко в Лондоне, где могли развлекать весьма широкий круг преданных друзей. Несмотря на рост своих социальных обязанностей и семейную жизнь, она продолжает работать над созданием гимнов вместе со своей сестрой. Их пастор, распознав в них музыкальные и литературные таланты, нередко прибегал к их помощи при создании нового сборника церковных песен. Каким же путем пришла эта женщина к вере? При каких обстоятельствах создавался ею этот знаменитый гимн? Обложенная пестрыми диванными подушками, Сара Адамс выглядела хрупко измученной, но все еще привлекательной женщиной, несмотря на долгую изнурительную болезнь. Прошло вот уже три года, три медленно тянущихся года с тех пор, как последний занавес опустился перед ее театральной карьерой. При вспоминании об этом, она глубоко вздохнула и вернулась к чтению какой-то книги. Но в этот день она не могла сосредоточиться, и мысли блуждали где-то вдали от страниц, открытой перед нею книги. Ее беспокоило не столько то, что она больна и ощущает боль в теле и одиночество, в котором она проводит большую часть времени, сколько то, что мечта ее жизни, едва успев исполниться, погасла навсегда, бесповоротно. Насколько она могла вспомнить, всю жизнь она мечтала стать знаменитой актрисой. Работала, училась и добивалась этой цели. И вот, наконец, достигла ее. Она была великолепна в роли леди Макбет, была с воодушевлением принята публикой и ожидала успешной карьеры на сцене. Но радость была кратковременной. Такой ужасно кратковременной. Неожиданная, разрушительная болезнь превратила ее в инвалида, убрала со сцены и навсегда захлопнула двери в театр. Каким горьким было ее разочарование. Будучи по природе глубоко религиозным человеком, Сара Адамс обратилась к Богу за утешением и помощью в своем тяжелом испытании. Последние три года она провела за чтением Библии и биографией известных мучеников. Она начала писать стихи, главным образом духовного содержания, основанные на священном писании. Ее произведения начали часто появляться в христианских журналах и церковных листках. Однажды ее посетил пастор Фокс и снова напомнил ей о стихотворении, которое она обещала прислать ему в новый сборник церковных гимнов. У нее не было ничего определенного. Он молча взял с полки Ветхий Завет и, открыв его на истории бегства Иакова от Гнева и Сава, передал книгу Саре. Она ответила, что много раз читала эту историю и знала ее почти так же хорошо, как и свою собственную. Свою собственную. Сара мысленно провела параллель между своей и этой историей, между страданиями Иакова и своей болезнью и разочарованием. Она вдруг ясно увидела поразительное сходство между ними. Разбитые мечты, мрак, а потом пробуждение, свет, победа, радость. Теперь она понимала, почему пастор настаивал на том, чтобы она перечитала именно эту историю. Она сделает больше этого. Она напишет стихотворение и покажет, как наши страдания и болезни могут быть ступенями к небу, ближе к Богу. Насару нашло вдохновение. Закрывшуюся перед исполнением ее желаний дверь она увидела, как крест, которым можно подняться выше и ближе к Богу. Свою болезнь и разочарование, боль и одиночество она увидела ступенями вверх и полились слова «Ближе, Господь к тебе, ближе к тебе». Она написала это стихотворение почти без принуждения, словно слова сами лились ей в душу из какого-то могучего источника извне. Стихотворение, которое Сара Адамс написала в тот послеобеденный час своей великой нужде и при содействии глубокой веры, стало одним из самых любимых гимнов христиан. Ее сестра Элиза написала музыку на эти стихи, и новый гимн был опубликован в сборнике в 1841 году. Тремя годами позже этот гимн был впервые спет в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что песня была встречена сердечно, она отнюдь не была по-настоящему популярной до того момента, когда в 1856 она была переложена на другой мотив. Это именно та мелодия, которую мы знаем сегодня. Ее написал Лоуэлл Мэйсон, создатель церковной и школьной музыки. Ни Сара, ни ее сестра не смогли увидеть, как их песня стала известной по всему миру, так как к этому моменту обе сестры стали жертвами туберкулеза. Гимн «Ближе Господь к тебе» традиционно связывается с катастрофой Титаника, поскольку выжившие пассажиры рассказывали, что оркестр корабля играл этот гимн, когда судно уже начало тонуть. В последние трагические минуты гибели Титаника, когда могучий, непотопимый корабль шел ко дну, унося за собой сотни жизней, на палубе до последнего момента оркестр играл «Ближе Господь к тебе», и под эти звуки вода сомкнулась над играющими и поющими. Те, кому удалось спастись на спасательных шлюпках, рассказывали позже, как обреченные на гибель пассажиры склонили на палубе колени и молились, а другие просто стояли без паники и пели этот гимн, и с ним на устах ушли под воду. Этот гимн стал отличной наградой для обеих сестер, а также остается гимном утешения и ободрения христиан всего мира уже свыше 170 лет. Его поют в христианских семьях и в собраниях верующих всех стран. Его поют в близком присутствии смерти и под угрозой бедствий, потому что он несет утешение в тяжкие моменты жизни. Это гимн обещания и надежды для разбитых горем и больных.